Продолжение следует... Что планируют русские власти делать с захваченным в плен российским пилотом, сбитого бомбардировщика над Сирией? Я думаю, что российские власти без проблем получат его обратно, поскольку нет никаких оснований удерживать его в турецком плену. Другой вопрос, что планируют делать российские власти с этой ситуацией в целом? А мне кажется, он не в турецком плену, а в сирийском плену. Самолет же рухнул в атаке, да, но он среди сирийских туркменов, косвенно подконтрольных Турции, поэтому думаю, что его отдадут нам. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот Соколова Аленка спрашивает. Добрый вечер, Станислав Александрович. Как вы думаете, возможно ли война России с Турцией? Время нет. Только дипломатическое и экономическое. Уже сегодня, как мы знаем, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал россиян ни в коем случае не появляться в Турции. Как вы вообще интерпретируете сегодняшние события? Что произошло? Знаете, как говорил Антон Палчахов, нет смысла вешать ружье на сцене, если оно никогда не выстрелит в ходе действия пьесы. Примерно так он. Формулировка более точная, чем она цитируется обычно. Российские самолеты постоянно пытались нарушить воздушное пространство стран НАТО. То Великобритания, то Франция, то что-то еще, то Турция. Но, видимо, страны НАТО решили, что найдется одна страна, например, Турция, которая однажды даст понять, что этого делать не надо. То есть я уверен, что решение сбить российский самолет было принято Турцией не без согласования с партнерами по НАТО и, скажем так, старшими партнерами, хотя в этом альянсе формально нет старших и младших. Почему все-таки именно Турция? Эрдоган же вроде бы наш партнер. У нас столько всяких экономических связей. У нас целая история отношений. Более того, Эрдоган и Путин часто сравнивают, говорят, что они похожи. Вот, собственно, это и было предпосылкой так называемого эффективного партнерства. Поскольку для Владимира Путина личное гораздо важнее политического, а в категориях политических институтов российский президент не мыслит вообще. То есть он думает, что вся политика построена на личных отношениях между какими-то лидерами. Что есть какие-то институты, которые формируют политику. Что есть идеологии национально-государственные, которые неизменны в пространстве и времени. Независимо от того, кто находится у власти, это не приходит Путину в голову, потому что он не так устроит. И действительно Путину казалось, что он и Эрдоган, но это близнецы-братья, кто более матери истории ценен. Да, два таких жестких авторитарных лидера, которые постепенно трансформируют страну в направлении личного правления, хотя с одной важной поправкой, кстати. Здесь Путин недооценил своего коллегу. Все-таки Эрдоган долгое время был оппозиционером. Он сидел в тюрьме. И даже когда его партия победила на выборах в начале минувшего десятилетия, он не сразу стал премьером, потому что в этот момент ему было запрещено занимать государственные должности по закону. А что это означает? Вот он был оппозиционером, да, он сидел в тюрьме. У него характер жесткий. Понимаете, можем ли представить себе Путина в оппозиции? Не представилась ему эта возможность. А? Не представилась ему эта возможность. Нет, Владимир Владимирович, Путину в оппозиции представить нельзя. Он может быть только во власти или нигде. Это не человек, который завоевал власть. Он получил из рук Бориса Николаевича Ельцина, центр имени которого открывается завтра в Екатеринбурге. И никаким другим путем Путин прийти к власти не мог. То есть представить себе его лидером оппозиционной партии или фракции невозможно. Невозможно, так сказать, даже вычеркнуть себя очень сильно, согласитесь. Анна Викторовна. А Эрдоган, он был оппозиционером, сидел в тюрьме. Фактически он олицетворял некую идеологическую линию, альтернативную базовому ацетюркизскому курсу на светское государство. Он выиграл выбор, еще сидя в тюрьме. И благодаря этому он вышел из тюрьмы и стал премьером. А промежуточным премьером между двумя событиями, победой его партии «Справедливость и развитие на выборах» и премьерством Эрдогана, был премьерством его соратника Абдула Гюля, который, правда, сейчас перестал быть его соратником из-за ряда личных и идейных разногласий. Что же он хотел доказать Путину, сбивая наш самолет на, говорят, на 6 секунд или на 12, залетевшую на территорию Сирии? Ну, не первый раз. Он хотел доказать, что так делать нельзя. Кроме того, у Турции и России существует очень существенное разногласие по сирийскому вопросу, буквально из-за анекдот про Рабиновича, о котором, по-моему, я уже в этой студии рассказывал. Рабиновича вызывают в КГБ и говорят, «Товарищ Рабинович, есть ли у вас какие-то разногласия с советской властью?» Не малейшее, говорит, товарищ Рабинович, только одно маленькое разночтение по земельному вопросу. Я хочу, чтобы советская власть лежала в земле, а советская власть хочет, чтобы я лежал в земле. Вот по сирийскому вопросу есть уже маленькое разночтение между Эрдоганом и Путиным, и Эрдоган совершенно не хочет, чтобы Путин использовал Сирию в качестве площадки для возвращения России в статус державы, контролирующей на фиксированной основе определенную часть мира. Здесь они договориться никак не могут, независимо, похожи они друг на друга или нет. Просто у Путина, понимаете, эта демонстративная маскулинность, эта брутальность, она в значительной степени наигранная. Может быть, она наигранная у Эрдогана, но его оппозиционный путь и тюрьма дает основание полагать, что она, как минимум, наиграна в меньшей степени. У нас есть вопросы, которые задают по телефону, по номеру 8495-744-0101. Звоните нам, и вот первый вопрос передаю Станиславу. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я звонил, когда началась сирийская авантюра, и спрашивал тогда, не увязнем мы, как Советский Союз, в Украине станет? Вот на лицо уже увязаем с Турцией началось. Дальше что, начинать с ней войну, но Турция-то не Украина, а раздербанная Ленаковича компанией. Поэтому получается тупик. Что дальше будет делать наша власть? Как отвечать будет? Но пока что будут стандартные ответы в духе преснопамятного главного санитарного врача Геннадия Нищенко. Что отменят турецкий импорт, да? То есть туристический поток отменят в первую очередь. Всех запугают и скажут, что не хотите детей в Африку гулять. Маленькие дети на свете не хотите в Африку, в Турцию гулять. В Турции акулы, в Турции гориллы, в Турции большие злые крокодилы. Да, но монотонность, повторяемость, постоянная предсказуемость в этом смысле шагов российской власти, она уже не может произвести впечатление на контрагентов. Понимаете, когда Турция сбивала наш самолет, наш в смысле российский, потому что я все более осторожно употребляю местоимение «наш», чтобы никто не подумал, что я как-то отождествляю или хотя бы ассоциирую себя с линией Кремля или с Кремлем вообще. Хотя я очень люблю Кремль. Собор, алмазный фонд, сооружение, палату, да, конечно. Безусловно, да. Значит, когда Турция сбивала Российской Федерации самолет, скажем так, она уже закладывала эти риски. То есть уже было понятно, что что-то такое Россия сделает. Знаете, когда прогнозируют цену на нефть, говорят, что определенные риски уже в этой цене заложены, независимо от того, реализованы они или нет. Но это же таким образом Турция провоцирует Россию на какие-то дальнейшие действия. Ну, Россия провоцировала, провоцировала страны НАТО своими полетами, безумными самолетами. Это детство, понимаете? Подбежать к Верусскому дяденьке, и жвачку ему на пиджак наклеить. Вот наклеили раз, жвачку на пиджак наклеили, два, когда все эти самолеты летали в воздушном пространстве, страны НАТО. Но вот, наконец, нашлась одна страна НАТО, которая сбила этот самолет, сказал, перестань. То есть этого мальчика просто опрокинула в лужу лицом. Ну, хорошо. Мальчик сейчас встанет из лужи, и, может быть, он наберет горсть грязи с одной лужи и кинет в дяденьку, который его туда опустил в лужу лицом. Только это не меняет сути дела. То есть вы считаете, не стоит как-то серьезно относиться к этому инциденту? Нет, я считаю, что к нам относится очень серьезно, потому что, перусловно, это переход красной черты. То есть до сих пор НАТО делало вид, что ничего не происходит. Что никакой военной урозы нет, а просто мальчики бесятся с жиру. Мальчики – это Путина компания. Когда самолет, наконец, сбит, это говорит о том, что больше вот этот весь номер не пройдет. С так называемыми тренировочными полетами на грани фола, которые Путин практиковал последние полтора года, чтобы показать, какие мы смелы. И как можем провоцировать НАТО, а прав НАТО нас провоцировать не может. Знаете, это землядитую поговорку. Лучше я подожду поезд, чем поезд ждать меня не будет. Глеб Салтан спрашивает. Скажите, сбитый самолет – это такой способ закрыть страну? Ну, в общем, действительно, есть ощущение, что теперь по любому поводу страна в каком-то конкретном направлении закрывается. Египет, Турция, потом еще нескольких стран что-нибудь взорвут и, прости-прощай, международный туризм. В общем, закономерно спрашивает Глеб Салтан. Раньше таких реакций государство не выдавало. С Египтом, я думаю, сейчас договорятся. Уже ездил министр обороны Сергей Шойгу в Египет. Обсуждалась акция возмездия на Синаевском полуострове. Ну, неким террористам, некой небольшой террористической группе, на которую повесят этот теракт, как на малолетнего преступника. То есть, на его уже повесили на ИГИЛ. Нет, там есть какая-то дочерняя аффилированная структура ИГИЛа, не зная арабского языка, я не помню, как она называется. Можно на тему тратить, но это не имеет никакого практического значения, даже чтобы вспомнить, как она называется. Локальный филиал, да. Да, это небольшая организация. Знаете, как на малолетнего преступника, 17-летнего, у которого нет заступников, вешают какие-то нераскрытые страшные убийства, да, мокруху висящую, то так и повесят на эту организацию. И потом будет какая-то акция возмездия, там прилетят какие-нибудь российские самолеты, обстреляют эту несчастную организацию, убьют ее главаря, то ли существующего, то ли мифического и никогда не существовавшего, и трупоток в Египет возобновится. С Турцией гораздо сложнее, так с Турцией сделать нельзя. Почему? Потому что Эрдоган сознательно принял решение сбивать самолет. Египетские власти такого решения не принимали. То есть Эрдоган сознательно готов отказаться от российских туристов и от российских отношений, связанных с нефтяными контрактами? Это то, о чем мы с вами, Анна Викторовна, в этой студии говорили неоднократно. Что вопрос меркантильных интересов в отношениях с Путиным для ряда стран уже не стоит. Стоит вопрос о том, что он становится неприемлемым как партнер при любом раскладе. Независимо от того, потеряет от разрушения партнерства это та или иная страна контрагент или не потеряет. У нас есть телефонные звонки. Задавайте, пожалуйста, вопрос Станиславу, даже если он не касается событий, произошедших в Сирии. Конечно, вообще никого не касается. Все в Сирии и связанных с самолетом. Помните, что есть вопрос про руку Самуилу? Почему в магазинах нет животного маска и евреи львы? Мы обязательно эти вопросы поднимем в конце программы. Итак, задавайте вопрос. Я могу задавать вопрос? Да, конечно, представьтесь только. Зовут меня Владимир, живу я в Тель-Авиве. Приятно. Вопрос такой. Насколько сильно влияет на Путина Дмитрий Олегович Рогозин? Рогозин. Как вот Станислав думает? Хороший вопрос. Станислав, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что Дмитрий Олегович Рогозин влияет на Владимира Владимировича Путина в той же мере, в какой любой искусный клоун влияет на зрителя. Ну, то есть... Он вообще ценит, например, Рогозина? Как клоуна, безусловно. За чем ему? Ведь каждый человек хорош в своей ипостасе. Ведь Рогозин действительно прекрасный клоун. И поэтому, если представьте Владимира Владимировича Путина, сидящим в церкви на Цветном бульваре в портере, в окружении своих близких друзей, скажем, с одной стороны Ротенбеар, из Рома Тимченко, сзади Ковальчуки, впереди сидит Роман Акадьевич Абрамович, где-то еще витает дух Бариса Абрамовича Березовского под куполом. И здесь, так сказать, Дмитрий Олегович Рогозин какую-то интермедиу, собственно, изображает. В этом качестве, да, он, безусловно, очень ценен, Владимир Владимирович. Но не нужно думать, что Рогозин хоть как-то влияет на идеологию Путина и стратегию принимаемых им решений. То есть эти замечательные идеи Владимир Владимирович придумывает сам? Смотря какие. Идея передела мира и следуя его логике, что он самый крутой лидер мира, да, конечно, для этого Рогозин ему не нужен. Рогозин фактически является одним из многочисленных пресс-секретарей Путина. Потому что будучи журналистом по образованию, Рогозин ничего не понимает в оборонно-промышленном комплексе, которым он занимается. Более того, он не понимает, я понимаю, как устроено мышление такого типа человека, он вообще не понимает, как устроена высокотехнологичная сфера. Что вот сколько бы, хоть ты выложил миллиард долларов, хоть сто миллиардов, ты за неделю новое технологическое решение не придумаешь. Если ты 20 лет не обновлял какую-то технологию, то сколько бы денег ты ни выложил, ты реанимировать ее не сможешь. Ты должен создавать ее с нуля. В мобилизационном режиме. Поэтому Дмитрий Рогозин идеален с точки зрения того, что посылает его на космодром Восточный, рассказывает, что завтра космические корабли начнут бороздить. Большой театр. И из Пушкина луну, безусловно, кто-нибудь из российских чиновников, как барон Мюнхгаузен, прямо полетит, если, конечно, не положит сырой порох, а его обязательно положат в результате коррупции, как учил у нас Григорий Израильевич Горин. Я должна еще несколько вопросов посвятить событиям, связанным с Турцией. Ну, просто потому что этих вопросов у меня 4 листа. Степан Дьюх спрашивает. Представитель сирийских повстанцев, видимо, тех самых загадочных сирийских туркменов, заявил, что они готовы обменять тело погибшего пилота Су-24 на своих соратников, находящихся в плену у сирийских властей. Что вы думаете по поводу этого обмена, Станислав? Стоит нам способствовать ему или нет? Нам это кому? Владимиру Ивановичу Путину? Нам России. Я отождествляю себя с родиной. Я тоже отождествляю себя с родиной, но не с Владимиром Владимировичем и с другими лицами. Ну хорошо, стоит все-таки нашим руководителям бессмертным это сделать или нет? Понимаете, схема очень мифологическая. То есть непонятно ни кто эти сирийские повстанцы, ни кого именно они имеют в виду под заключенными. Когда это прояснится, тогда и можно будет принимать какое бы то ни было решение. Я думаю, что Путин сразу так на это не пойдет, поскольку тело пилота для него не имеет большого значения. Илья Соловьев спрашивает. Есть ли у России силы успешно атаковать флот Турции? Ну, в общем, если дело до этого дойдет. Нет, сил нет. У Турции есть силы успешно атаковать черноморский флот и утопить его. Я тоже надеюсь, что до этого дело не дойдет. А вообще я слышала теорию, что Турция очень влиятельна в черноморском регионе и может лишить нас выхода в разные другие водные артерии. Но дело не только в неформальном влиянии, которое, кстати, при премьер-министре, а сейчас президенте Эрдогане сильно выросло. Надо отдать ему должное. Что Эрдоган свое дело знает туго. И он не только запомнился авторитарным креном, как Путин, и коррупционными скандалами, которые тоже его сопровождали в последние годы, но и тем, что, конечно, планку восприятия своей страны он поднял на порядок за время пребывания у власти. Чего Владимиру Путину не удалось, кроме как путем скандалов типа аннексии Крыма. Нет, существует конвенция Монтре, так называемая проливах, 1636 года, которая так называется потому, о проливах от Босфора Дарданелла имеется в виду, потому что она была подписана по итогам, длившейся около месяца конференции в швейцарском Монтре, которая предусматривает ряд прав и обязанностей черноморских и не черноморских стран в отношении Босфора и Дарданелла. В частности, она предусматривает, что Турция, если она находится в состоянии войны с кем бы то ни было, может закрыть проливы для обеспечения собственной безопасности. Еще конвенция предусматривает, что если происходят какие-то военные действия, угрожающие безопасности Турции, но без вовлечения ее даже в конфликт, она имеет право закрыть Босфор и Дарданеллы для любой страны, вовлеченной в эти боевые действия. Поэтому сейчас, в соответствии с конвенцией Монтре, Турция имеет формальное право закрыть Босфор и Дарданеллы для России. А для нас это пугающе? Это пугающе, потому что тогда военные корабли не смогут, включая военно-транспортные суда, не смогут ходить через проливы в Сирию, и снабжение наших войск в Сирии будет полностью парализовано. И это изначально исключает возможность ввода серьезного контингента сухопутных войск в Сирию. Да, то есть получается совсем не в наших интересах. Поэтому я вообще не исключаю того, что, собственно, весь казус с самолетом для этого и был устроен. Что Эрдоган принял решение сбивать самолет не только по итогам консультации со старшими партнерами по НАТО, которые, я думаю, имели место, иначе бы он на это не пошел, при всей его отмороженности и отвязности, но и потому, что возможное перекрытие проливов безусловно исключает возможность вот этот 25-30 тысяч человек контингент, возможность введения, которое уже обсуждалось, особенно на фоне скандального заседания, заместного заседания двух палат российского парламента, ввести в Сирию. Потому что без проливов, без возможности снабжения этого контингента военными и военно-транспортными судами через проливов, контингент не может туда попасть, потому что вся нормальная логистическая связь между Россией и театром военных действий в Сирии будет утрачена. То есть таким образом Эрдоган пытается это предотвратить? Да. Я думаю, что Эрдоган после голосования со старшим партнером по НАТО в первую очередь в США пытается предотвратить сухопутную российскую операцию в Сирии. Если вот продолжать разговор про Сирию, Михаил Аршинский спрашивает, уважаемый Станислав, здравствуйте, а как вы прокомментируете мнение Иларионов о том, что Россия хочет развязать войну на этот раз с Саудовской Аравией? И в этом контексте, учитывая, что Россия ввязалась в войну в Сирии, как будет реагировать на сбитый Турцией самолет около границы Сирии? Ну, понятно. Я стараюсь, пока не комментирую мнение Андрея Николаевича Иларионова, поскольку он был большим начальником, он был пять с половиной лет советником президента Путина, но тогда он не знал, что Путин кровавый тиран. Он это узнал, когда жил в отставку. Поэтому я не хочу ставить его в двусмысленное положение своими дурацкими комментариями. Но если абстрактно это рассматривать, то, по-моему, даже в этой студии мы говорили с вами, что еще в 2013 году, после терактов в Волгограде, в Кремле, не без подачи российских спецслужб, скажу с устойчивой точкой зрения, что за терактами стоит Саудовская Аравия, стоят Саудовскую Аравию и Катар. В той или иной форме и в той или иной степени. И тогда на свидании Совета безопасности, как говорят разные источники, Путин буквально в сердцах сказал, что мы изменим карту Ближнего Востока. То есть переформатируем Саудовскую Аравию. В этом контексте фактическая поддержка, которую оказывал Путин ИГИЛу, а ведь он именно оказывал ИГИЛу фактическую поддержку, поскольку до самого недавнего времени все удары российской авиации приходились по позициям кого угодно, только не исламского государства. Куда вы знаете? Из открытых источников. Это написано в газетах, в интернете и где угодно. Достаточно взять карту, посмотреть, куда были направлены удары. Они были направлены на позиции любых военизированных группировок, кроме собственного исламского государства. И сама позиция исламского государства, то есть халифата, сводится к тому, что, конечно, Саудовскую Аравию надо оттяпать. Потому что не может быть никакого халифата, который не контролирует две святыни ислама, Мекку и Медину. Меня почему-то приводит в какой-то абсолютный ступор ваша концепция о связях Путина с ИГИЛом. Это называется управлением по мотивации. То есть это совпадение интересов. Я не утверждаю, что Путин, проснувшись поздним утром, как он любит, и не обнаружив лаборатору Кони рядом с собой, Кони Пауэл Грейв, в силу того, что она умерла в минувшем году, звонит лидеру ИГИЛа Абу-Бакру Аль-Багдади с той же мифическим... По закрытой линии, да. Да, по закрытой линии и согласует свои действия. Но косвенно можно предположить, что некое совпадение интересов существует или, по крайней мере, существовало в недавнем прошлом точно так же, как существовало совпадение интересов между Кремлем и радикальными чеченскими группировками, инспирировавшими Вторую Чеченскую войну в 1999 году. Потому что, если бы этой войны не было, Путин не пришел бы к власти. Я не говорю, что он управлял этими группировками или связывал с ними по телефону каждый день. Но объективное совпадение интересов было. И в этом смысле, как между любовью и ненавистью гранищей тонка, так и между понятиями друг и враг. Большой политики, тем более военной политики, грань тонка до степени неразвлечения. Мы находимся в студии прямой линии с Станиславом Белковским, главным специалистом телеканала «Дождь», где уже 25 минут напряженно Станислав комментирует события сегодняшнего дня, в основном произошедшие на границе Сирии и Турции, где подбили российский самолет Су-24. Давайте возьмем вопрос с улицы. Еще один. Слушаю. Здравствуйте. Лопаков Николай. Такой вопрос. когда власти перестанут тратить силы, энергии, деньги на какие-то иностранные вещи, такие как борьба с непонятным терроризмом за границей, еще какие-то вещи далекие от нас, на НАТО и так далее, а займутся развитием регионов. Станислав, когда? Когда Владимир Владимирович Путин уйдет от власти, потому что на сегодняшний день развитие регионов его совершенно не интересует. Это очень скучное занятие, сравнимо с просмотром боевика категории Б в кинотеатре. Потому что в нем ничего увлекательного не происходит? Да. А международная политика, особенно в ее военной составляющей, это трейлер категории А, претендующий на Оскар. И, конечно, второе на первое Путин никогда не променяет. Это связано, опять же, с его личными психологическими особенностями. Он всегда занимался и предпочитал заниматься внешними вопросами. И когда работал в резидентуре в Дрездене, будучи директором Дома советской культуры, и когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Сапчака именно по внешним связям. Это вместе с тем и занимался вопросами бандитского Петербурга, что оставило неизгладимый отпечаток на его политической психологии и управленческом стиле. Ну и впоследствии, когда, конечно, внешняя политика для него всегда была гораздо важнее внутренней, ибо русский народ для Владимира Путина это, знаете, такая уже старая, надоевшая жена, которая может брюзжать, может ругать мужа, уличать его в чем-то, но она никуда не денется. У нее нет никакой альтернативы. А у него есть молодая любовница, причем двуглавая в лице Барака Обамы и Ангела Меркель. И вот овладеть этой двуглавой любовницей двуглавой как Орел, как герб любовницы, это задача Владимира Путина. Мальча Путина. Достойчивый мужской челлендж. У нас есть звонки по телефону, мы вас слушаем. Здравствуйте, представляете. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Очень приятно. Меня тоже. Я могу загадать сейчас два желания. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Я каждый раз, когда смотрю передачи с вашим участием, у меня все время возникает вопрос, почему Россия не может управлять человек мыслящий в том же направлении, что и вы или ваши единомышленники, и видящий Россию не такой, какая она сейчас, а признающий, что Россия это, в общем-то, европейская страна и так далее. То есть, может ли у России быть такая глава государства или и как, в каком будущем это может быть? А если не может быть, то по каким причинам? Это еще один заволевый вопрос, почему не вы президент России? Нет, 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 нет. Вы невнимательно слушали вопрос, Анна Викторовна. Там был классический поговорок по Фриду. Может ли у России быть такая глава государства? То есть, указывалось на то, что женщина должна руководить Россией, на чем, собственно, я тоже настаиваю. Я сторонник женского правления. Хорошо. А может быть все-таки такая глава государства? Может, конечно. Особенно в случае переформатирования. Это слово мне подсказал ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин, что вместо всяких слов «крах», «распад», «развал» переформатирование мне очень нравится. Поэтому я с пользой очень выражаю благодарность господину Соломину за то, что, как говорилось в венецианском купце Уильяма Шекспира, спасибо «жид», что подсказал мне слово. Хотя Алексей Соломин вовсе не «жид». Хотя, впрочем, я не знаю. Я не проверил. Да, да, я считаю, что я исторический оптимист, я считаю, что в перспективе 10-15 лет так и будет. Но в этом смысле в России не будет президентом. Будет парламентская демократия, которая, возможно, будет при формальном наличии поста президента, а может быть в формате конституционной монархии, когда роль президента будет исполнять монарх. Стас, вы же в это все не верите. Верю, абсолютно. Да не верите в это. Ну ничего, ничто не намекает и ничто не предвещает. Анна Витальевна, я специалист по безумным идеям. Понимаете? В моей практике, в моей жизни реализовывались только безумные идеи. А рациональные идеи не реализовывались никогда. Поэтому вы пытаетесь больше нагнать в безумных идей, чтобы в будущем все одна из не заберете. Вот когда госпожа Синдеева, владельца Каладоши, предложила мне делать эту программу, которую мы сейчас введем, это что же была безумная идея, правда? Сейчас я уже этого не помню. Никто же не верил в то, что это будет успешно. А потом все как-то само собой получилось. А если бы мне предложили вести прогноз погоды, это было бы еще успешнее. Я просто верю. Да? Да. Хорошо, ну подойдите. Поэтому я верю только в безумные, что на каких-то выборах победят какие-то кандидаты. И они постепенно сформируют в рамках президентской республики припутни правительство. И Алексей Леонидович Кудрин станет премьером и наступит благорастворение воздухов. В результате вот в это я не верю совершенно. Так, после этого трудно спрашивать про наши суровые реалии, Станислава. И так все-таки вы знаете, что произошло в Крыму, да? Крым обесточен, блэкаут. Есть несколько вопросов на эту тему. Андрей Галилейский спрашивает, Станислав Александрович, как вы лично относитесь к принудительному отключению электричества в Крыму? Вы заст, Станислав, или против? Нет, я против. Я против такого рода репрессивных мер, против простых людей. Я считаю, что все-таки любые санкции должны вводиться против людей, принимающих политические решения, против режимов, но не против простых людей. Но вместе с тем, я считаю, что это вполне закономерно, пусть даже и со знаком минус. Потому что с весны 2014 года Украина предупреждала, что это возможно. Россия не сделала ничего, чтобы предотвратить подобное развитие событий, то есть создать альтернативную генерацию электроэнергии в Крыму. Нам все время рассказывают, что завезены какие-то мириады генераторов автономных, которых потом не оказалось на месте, естественно, поскольку их то ли украли до поставки, то ли после. Скорее всего, до, потому что это гораздо легче, чем после. Ничего везти никуда не надо. Что какие-то прокладываются мосты под ну Тихого океана от Бомбея до Лондона, чтобы запитать Крым. Вот в результате случился этот блэкаут и выяснилось, что в Крыму нет ничего. Что как Крым генерировал 30% своей потребности в электроэнергии, да, из одного гигаватта в среднем потребность там 300 мегаватт, так и генерирует. То есть, с ними с вами, Россия не сделала ничего за почти два года своего фактического контроля над Крымом, чтобы решить проблему превентивно. Поэтому, ну, назвался груздем, «Геннадий Казадович спрашивает, какие будут ответки из питерской подворотни за лампочку в Крыму и сушку в песках Сирии?» Ну, давайте все-таки про лампочку в Крыму. Пока никого ответа нет, мы видим, да, происходит зависание. Потому что, на мой взгляд, действительно Владимир Путин не ожидал, что так случится. Когда происходит всегда что-то неожиданное для Путина, он зависает. А он всегда отвечает в результате? Ну, это же как бы абсолютная мужская провокация. В результате, конечно, он ответит. Ну, например, хотя бы новая эскалация боевых действий на Донбассе. Я прошу прощения за это, на Донбассе. А Турция-то что с этого? А Турция-то вообще ни при чем. Хотя Турция поддерживает крымских татар, и там существует серьезное крымско-татарское лобби. И весной минувшего года Эрдоган сдерживал это крымско-татарское лобби, которое требовало от Турции решительно вмешаться в крымские события, включая силовое. Я не уверен, что сейчас Турция будет играть именно эту роль. Она может играть роль стимулятора, донора и спонсора, и не только финансового, но и военного крымско-татарского лобби, крымско-татарского сообщества, которое, может быть, в известной степени причастно к организации Blackout. В тех или иных форумах, хотя в случае отдельные представители крымско-татарского актива не отрицают, не опровергают, но не отрицают этой причастности. Но Путин завис. Это очень важное замечание потому, что вот когда случились теракты в Париже, он совсем не завис. Как интересно. Он же быстро ответил, да? Но сегодня, он же сразу сказал про то, что это удар мирового терроризма в спину. Это он сказал на встрече с королем Иорданией Абдалой. Потому что он должен был что-то говорить и сообщал ему эти новости король Абдала. Потому что мне кажется, что собственные спецслужбы и пресс-службы не в полном объеме излагали ему эту информацию. Не хотели расстраиваться. А кто хочет расстраивать начальника? Ведь, собственно, с античных времен тому, кто принес злую весть, плохую весть, отрубали голову. Олег Антипин спрашивает, почему Крым до сих пор не вернулся в Украину? Он обращается к вам, видимо, он вряд ли ко мне. Ты обещал, что он должен был вернуться полтора года назад. Санислав, так что вас вернет солидом? Он пришел в состав России, поэтому тут есть какой-то путь... Нет, не обещал. Тут другой обещал. Больше того, я утверждаю, что Крым в обозримой исторической перспективе и не вернет в состав Украины. Потому что большинство населения Крыма и большинство населения России еще десятилетия долгие будет против этого. И еще не родился такой российский правитель будущий, даже абсолютно враждебный Владимира Путина, альтернативный ему по содержанию, который решил собой на такой радикальный шаг, как вернуть украинника. Больше того, если бы не активисты, вот так называемые, если бы не эти радикальные движения, которые устраивают блокаду Крыма собственными силами и, возможно, возможно, я не утверждаю, причастны к этому блэкауту, то есть к организации диверсии, то, собственно, и сам официальный Киев ничего бы не делал. Ведь Петр Порошенко перекрыл вчера, президент Украины Петр Порошенко перекрыл вчера транспортное сообщение с Крымом только потому, чего он не делал с момента своего избрания президента в мае 2014 года, только потому, что он понял, радикальные движения перехватывают у него инициативу и в состоянии постоянной политической турбулентности, в которой пребывает Украина, это может привести к его падению, если он не попытается перехватить инициативу. Ну, а как вы думаете, в нашей... То есть повестку дня президента Порошенко диктует сегодня радикальные движения. То есть он не управляет страной, не управляет своими радикалами? Нет, не управляет. Номинальная фигура. Нет, он не номинальная фигура, он чем-то управляет. Постоянно идут коррупционные скандалы. Постоянно, так сказать, соратники Порошенко выясняют отношения с соратниками премьер-министра Юценюка по поводу того, кто что украл. Соратники Порошенко обвиняют Юценюка в том, что его кассирка значения Николая Мартынинка, народный депутат, монополизировал экспорт и импорт Одесского припортового завода одного из крупнейших предприятий Украины. В ответ несутся обвинения в том, что энергетический отрасль подмял под себя теневой казначей Петра Порошенко и Игорь Кононенко, номинально занимающий пост первого заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко в парламенте. В общем, и им есть чем заняться. Но когда жареный петух клюет их непосредственно в столоконный луп, вот тут они неожиданно вспоминают, что их, кажется, привел к власти Майдан. О, Майдан. Помните, по старому анекдоту про алкоголика, которому жена кричит с кухни «Витя, иди есть». А алкоголик вот стоит перед зеркалом, он так смотрит в зеркало, говорит, «О, Витя». Вот когда радикальные движения напоминают о том, что оказывается вся эта власть пришла на волне Майдана и на почве совершенно новых ценностей, эти люди смотрятся в зеркало, говорят, «О, Майдан». И Порошенко перекрывает транспортное сообщение с Крымом. Вы очень здорово сами подвелись к теме Майдана. У нас есть много вопросов, связанных с событиями о Платоне, немножко о космосе или о философии. Ленуш Морозова спрашивает, Станислав Александрович, дальнобойщики – это Майдан? Это Автомайдан? Нет. Как они это называются? Это не Автомайдан. Автомайдан – это были легковые автомобили, пилотируемые людьми абсолютно идеологически детерминированными и нацеленными на свержение власти Виктора Януковича. Дальнобойщики – это такой социальный мелкобуржуазный протест. Если или упразднят систему Платона, что вряд ли, потому что на ней уже завязаны гигантские миллиарды имени Роттенбергов. Роттенберг хуже ИГИЛа, как мы знаем, со слов дальнобойщиков. Поэтому, может быть, но я думаю, что ракеты, бомбовые удары не будут нанесены по Роттенбергу, хотя бы уже потому, что они наносятся и по ИГИЛу. Да, поэтому трехсторонняя коалиция Путина, Роттенберг и ИГИЛ порвет международный геополитический и геоэкономический танцпол. Кошмарная, разрушающая концепция. Мне кажется, нет. А дальнобойщиков, если снизят тариф там с 3,7... Они успокоятся. ...трех рубля до там одного рубля, что уже происходит, это уже частичное снижение происходит. Да они успокоятся, потом их снова обманут, но уже ресурсов для второго наступления не будет, потому что, понимаете, когда у тебя есть неудачный опыт в жизни, ты стараешься его не повторять, даже если повторить его необходимо. То есть далеко не каждый человек психологически готов биться головой в стенку второй и третий раз. И поэтому биться головой второй раз на стенку, дальнобойщики не будут. Поэтому я бы не переоценивал политического ресурса этого процесса. Вы их недооцениваете. Вот мы неделю назад встречались, и казалось, что это все такое маловразумительное, что вот это притихнет и затухнет. А теперь вот есть вопрос у нас, и, собственно, это действительно актуальная новость, что дальнобойщики собираются дойти до Кремля. Дмитрий Надеевн спрашивает, у меня немного гуглевский вопрос. Танислав Александрович, а доедут ли дальнобойщики до Кремля? Или хотя бы до МКАДа? Могут доехать до МКАДа? Да, до МКАДа могут доехать, они парализуют МКАД. На Владимира Путина и Дмитрия Медведева это не произойдет никакого впечатления, поскольку Путин не вылезает из резиденции Нового Горева. И летают на вертолетах. И летают они на вертолетах кортежами. Это произойдет впечатление на нас с вами. Анна Викна, скорее всего, или не... Ну, вообще люди впечатлительные, если бы не пример. Но не на руководцев страны. Ротенберги своими мигалками как-то объедут всю эту историю все равно. Поэтому... А там уже подоспелит ОМОН, он же спецназ. А почему он до сих пор как следует не подоспел? Потому что ждут и само рассосется. Это, наверное, путинская логика. Ну, зачем сейчас строить кровавые репрессии под камеру, когда... Под телевизионную камеру, а не только тюремную. Когда интерес к этой теме максимально высок. Давайте подождем. Рассуждает Путин, пока интерес стухнет. Он обязательно стухнет, когда выяснится, что длиннобойщики а, не выдвигают политических требований, б, недостаточно последовательно, чтобы подставить Вячеслав Матюнин спрашивает. Станислав Александрович, подскажите, пожалуйста, если ротенберги, то есть гипотетические ротенберги, возьмутся не только за дальнобойщиков, но и других работяг, то, может быть, лукавит ваш зароостритский календарь? Переформатирование страны произойдет гораздо раньше? Ну, вот многие с робкой надеждой спрашивают, может быть, это тот самый 17-й год подоспел чуть раньше? Где глаз людей обрывается куцей головой голодных орд, в Терноменце революции грянет какой год, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин? 16-й год. Вот. Он ошибся ровно на год. Я считаю, что марк 17-го это и так скоро. Все рациональные аналитики, которые любят не безумные идеи имени Белковского, а свои собственные очень умные идеи, считают, что этот режим простоит вечно. Поэтому компромиссом между 16-м годом и вечности, я считаю, 17-й год, ибо он гораздо ближе к нам, сюда. А ротенберги уже взяли, собственно, в широком смысле ротенберги. То есть Тимченко, Гвальчуки, Абрамовичи, 5-й и 20-й, они уже взялись за рабочих людей давно. Если работящие люди этого не заметили, ну что ж. Святые работящие люди. Алена Анастасия спрашивает, дальнобойщики сами такие все-таки активные? Или это организованный наезд на ротенбергов? Это одно и то же. Дальнобойщики организовались и наехали на ротенбергов. А нет такой версии, что... За этим стоит, например, Ходорковский. Нет, такой версии у меня нет. Честно вам скажу. То есть, может быть, Ходорковский и хотел бы организовать дальнобойщиков, но не имеет такой политической власти. Во-первых, он не имеет такой возможности. Во-вторых, насколько я знаю психологию Ходорковского, такого рода протестные акции ему не близки. Он все-таки... Мы мирные люди. Давайте возьмем еще один вопрос из тех, что у нас есть по телефону. Я знаю, что вопросы есть. Давайте, пожалуйста, вопрос. Здрасте. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Анна, добрый вечер, Станислав. То есть, вот я сейчас на линии, да? Да, вы на линии. Как вас зовут? Очень хорошо. Меня зовут Татьяна Юрьевна. Вот в свете вот такого неприятного развития событий наших и на Ближнем Востоке, и здесь, на шоссе, автобанах. Значит, вот, Станислав, я бы хотела знать ваше мнение. Вот смотрите, дальнобойщики, да, они, выдвигая свои экономические требования, как-то выступают, как-то проявили активность. Да? Да. А ведь у нас, в нашей замечательной стране, особенно в таких мегаполисах, как Москва и Петербург, огромное количество учебных заведений, в которых хочется еще большее количество студентов. Больше, чем учебных заведений, да, я согласен. Никогда, никогда не было никаких проявлений вот этой активности гражданской студенчества, которая бы реагировала на все, что происходит в нашей стране. Вот как вы думаете, почему так происходит? Это интересно. Чувство скучное студенчество, я бы сказала. Студенчество началось жить, оно, собственно, сформировалось уже в постсоветские времена, ментальные, психологические, оно началось жить независимо от государства. Студенчество уже знает, что не надо, во-первых, слушать, что говорит государство, ибо обещание этого государства не стоит выеденного яйца. Нужно жить своей жизнью и планировать ее так, как ты можешь. Или так, как ты хочешь, или как можешь и хочешь, если это совпадает. Поэтому в мозгу коллективного студенчества, то есть молодого человека, нет никакой в коллективном мозгу студенчества, прошу прощения, поставил этот атрибут не в правильное место предложения. Нет никакой причинно-следственной связи между борьбой за политические права и достижением необходимых результатов. Результаты достигаются вне политической сферы, вне государства. Без всякого студенчества входит. Уже отделилась от Российской Федерации. Никому не сдалось. У меня очень много вопросов, времени у нас вообще почти нет. Я задаю очень быстро, коротко отвечаем. Ирина Русева спрашивает, где теперь будут отдыхать россияне? Не отходя от кассы, то есть дома. Извините, россияне. Галина Александрова спрашивает, Станислав, зачем Путин в Екатеринбург едет? Расскажите, Галина. Владимир Путин считает Бориса Ельцина своим политическим отцом, как и Анатолия Собчака. Поэтому, конечно, он не может не ехать на открытии Ельцин-центра. Это абсолютно, я уверен, искреннее чувство, а не просто исполнение ритуального долга. То есть он тепло относился к Ельцину? Уважал его? Нет, а почему в прошедшем времени, я в этом говорю, тепло относится. Ельцин, наверное. Относится и уважает как к своему политическому отцу, конечно. Невзирая ни на какие идеологические разногласия, потому что, как мы уже говорили многократно, для Путина личного гораздо важнее политического. Ельцин – это тот человек, который определил судьбу Владимира Путина. И Путин всегда будет Ельцином за это благодарен. То есть Путин благодарный? А разве нет, если он Ротенбергам благодарен за их общую дзюдоистское прошлое? Неужели он не благодарен человеку, который привел его к власти? Конечно, благодарен. Вот очень много вопросов. Совсем-свечем нет времени. Так, Надя Ситник спрашивает, прокомментирует ситуацию с приговором зоозащитницы Виктории Павленко. Вы помните, полтора года дали женщине, которая якобы увела собаку-поводыря. Я не знаю, что я делал в деталях, а когда ты не знаешь, лучше его не комментировать. Но я всегда на стороне собаки, а не человека. Так. Ну и так. Помешает ли появление сегодняшней события завтра Путину в Екатеринбурге? То есть получается, что информационный повод совершенно другой? И омрачит ли это в принципе открытие музея? Нет, Путин относится к категории людей, которые живут в своей информационной реальности. То есть поводом является то, что делаю я. Я позавтракал, это информационный повод, поэтому не помешает. И последний вопрос. Лиля Вара спрашивает, когда же кончится это безумие каждый день? Новости, как из дурдома. Когда кончится безумие, тогда закончимся и мы, поскольку мы перестанем быть вам интересны. Я же говорил, что я специалист по безумным идеям. Поэтому давайте сделаем так, чтобы это безумие никогда не закончилось. Что бы мы не имели в виду под этим безумием, и с каким знаком бы мы его не воспринимали. Да, это не в ваших интересах. Смотрите нашу программу в следующий вторник, в 20.00. Не пропускайте безумные новости на дожде.